Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И несколько раз мне задавали вопросы, писали на почту и спрашивали, что представляется из себя экспериментально-психологическое исследование. Имеется ввиду исследование, проводимое в клинике, в психиатрической, как правило, клинике. Медицинские психологи, клинические психологи, в скобочках так их можно еще назвать, занимаются тем, что к ним приходит пациент, который направляется им врачами-психиатрами, или же с приема, или же из отделения. Мужчины, женщины, самые разные возраста, абсолютно разные люди, разные судьбы. И медицинский психолог, как правило, решает какую-то задачу. Чаще всего это задача по дифференцированию каких-либо диагнозов, нозологических диагнозов. Надо прямо сказать, что врачи-психиатры в последнее время сильно обленились и не затрудняют себя какой-либо особой диагностикой. И раньше это было, в общем-то, у них не на первом месте, а сейчас тем более. И перекладывают свою работу, важную часть работы, основную часть работы, можно сказать, 70-80% работы врача-психиатра. Это грамотная и качественная диагностика. Собственно, это относится к любому врачу, который занимается в той или иной степени лечебной деятельностью. Будь то терапевт, невролог, психиатр, офтальмолог, хирург, ну и так далее. Прежде чем что-то сделать для человека, как-то помочь ему, надо его сначала каким-то образом продиагностировать. По меньшей мере, та же диагностика, что у вас болит, что вас тревожит, это тоже как бы вопрос, это некая процедура, позволяющая понять, на чем сосредоточить свое внимание врачу. И вот, собственно, эта диагностика, являющаяся основной и большей частью любого врача-психиатра, она стала в последнее время все чаще и чаще перекладываться на плечи медицинских клинических психологов. При том, что это отдельная тема для разговора, статус этих специалистов в клинике крайне низкий, крайне низкие зарплаты, надо сказать. И, соответственно, врач-психиатр все, медицинский психолог ничто в плане отношения к нему, в плане заработной платы к нему, а на самом деле, на самом деле, правда заключается в том, истинно и правда заключается в том, что работа медицинского психолога важнейший компонент и первичный, первейший компонент любой диагностической работы, любой помощью в плане психического здоровья человека для этой деятельности, сферы деятельности, медицинской психологии, психиатрии, психотерапии и так далее. Без этого всего не может обойтись ни одно грамотное психиатрическое свидетельствование. Я неоднократно в своих предыдущих видео говорил о том, что основной метод врача-психиатра-психотерапевта это наблюдение, а основной метод клинических медицинских психологов это эксперимент, повторяемый, с возможностью его повторить в любой момент, отследить изменения у пациента в динамике и так далее, что в общем-то подчас доступно и в то же время недоступно психиатрам, психотерапевтам. И мне задают вопрос, чем работать, каковы инструменты в клинике при ЭПИ, сейчас я не беру пока в расчет психологические какие-то, промышленную психологию, промышленную психофизиологию, а именно говорю о клинике, о психиатрической клинике. Соответственно, любое экспериментальное психологическое исследование начинается опять же с опроса, некого индивидуального собеседования, беседы. У нас на сайте присутствуют бланки этих бесед, то есть их можно взять за образец и на их основе уже строить какую-то качественную, подчеркну это слово, качественную беседу с пациентом, узнать, где он родился, где женился, когда женился, где работал, где учился, сколько у него детей, чем он увлекается, на что у него какие-то жалобы, что он хочет, чего он не хочет, ну и вообще сделать себе первое представление о его психическом здоровье. При том, что медицинские и клинические психологи не имеют права ставить диагнозы психиатрические, они могут ставить только симптоматические или донозологические диагнозы, синдромальные диагнозы, они это вправе делать, что, собственно, они и должны делать благодаря своей диагностике, предоставляя в дальнейшем информацию врачу-психиатру, психотерапевту, и, соответственно, уже врач-психиатр ставит какой-то диагноз в плане нозологии. Но, тем не менее, все мы люди, все мы специалисты, психиатры, надо сказать, я на этом буду особо подчеркивать и отстаивать свою точку зрения, психологии не знают, психиатры, я имею в виду психотерапевты, а вот клинические психологи психологию знают, они знают, что такое внимание, что такое память, что такое мышление, психиатры этого не знают, как это ни странно звучит. Но это отдельная тоже тема для разговора, кому интересно, посмотрите другие мои видео, посвященные этому вопросу, их несколько. Ну и вернемся опять же к ЭПИ, к экспериментально-психологическому исследованию. С чего оно начинается? Понятно, индивидуальная беседа, сбор краткого анамнеза, наблюдение за пациентом, обязательно в процессе всего ЭПИ, и, соответственно, эксперимент, эксперимент как основная составляющая экспериментально-психологического исследования. Начинается она с элементарных проб, отсчитывания из ста по 7, из ста по 3 просят отсчитать. Значит, далее идут какие-то элементарные, самые простые элементарные пробы, как то классификации, исключения предметов, простые аналогии, сложные аналогии, ассоциативный эксперимент и так далее. То есть их порядка 30-40 существует таких методик. И в том случае, если речь идет о какой-то личностной патологии, допустим, дифференциации между ДП-шизофренией или, допустим, неврозом психопатии, применяются стандартизированные методики. То есть, условно говоря, грубо говоря, тесты. Тестов очень мало на самом деле. Большинство методик, они редко-редко представляют из себя тесты. Скорее всего, это какие-то опросники, вопросники, пробы, именно методики, ну и так далее. Вы на своих экранах сейчас видите небольшой список из этих, условно говоря, в кавычках, говорят, тестах. Вообще, обидное название есть такое, да, то есть часто с психологов, занимающихся диагностикой самой важной составной частью психологии, точной психологии, в цифрах, в графиках, в диаграммах, я имею в виду выраженной, их часто называют тестологами. Это крайне неверно. Никакие они не тестологи. Еще раз повторюсь, тестов очень мало. Все остальное тестами не является, если быть честным и откровенным. Ну, вот самый простой вариант. Вот, допустим, здесь вот у меня на странице 16-факторный личностный опросник. Вот опросник, обратите внимание, это не тест. И это все равно, что Mercedes и BMW. Вроде и то, и другое машины, но сильно-сильно друг от друга они отличаются. Или, допустим, ну уж совсем яркий пример, Mercedes и вас. Да, вот одно дело это вас, а другое дело это Mercedes. Так вот, и опросник, и тест, это совершенно разные две вещи. Это надо понимать. Но это не главное в этом теме, в этом видео. Важно, что у вас сейчас на экранах представлены несколько, ну, десяток, наверное, не буду сейчас их пересчитывать, опросников, методик. Самое точное и верное название для всего этого, это методики. Тут есть и пробы, и тесты, собственно, и опросники, и вопросники, и шкалы клинические, и так далее. Далее, значит, проходит собеседование, индивидуальную беседу, наблюдение ведет медицинский психолог, предлагает какие-то патопсихологические методики, и в некоторых случаях предлагаются различного рода методики, тесты. Да, будем так их так называть для понять, для более понятности нашего разговора. И, конечно, в любом патопсихологическом эксперименте не обходится без короля. Королей тестов, это опросник MMPI. Адаптации на 377 Березина. Только им можно пользоваться в реалиях российской действительности. Никакие сопчики тут не катят. Далее, значит, обязательно, как правило, это такие методики, как УНП, НПУ. Эти методики используются в качестве уточняющих неких шкал. Они созданы на основе MMPI, и они позволяют уточнить некоторые сложности и непонятности, если мы их таковые видим, в опроснике MMPI. Дополнительно можно применить и применяется, как правило, методика Котелла. Вообще, речь идет о том, что можно применять разные методики в разной последовательности. Конечно, у каждого, но надо понимать, что у каждого специалиста буквально через неделю, месяц, два, три, год работы появляется некий алгоритм работы. То есть он любит одну методику, не очень любит другую методику. Их список не очень большой и ограничен, прямо скажем, серьезных методик. Очень он ограничен по своему количеству. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Как бы то ни было, каждый специалист в той или иной мере предпочитает что-то одно, что-то менее предпочитает. Но в большинстве, в 99% случаев, специалисты, коллеги мои, я лично и другие коллеги, кого я знаю, знаю очень много людей, несколько десятков, если не сотню коллег, они пользуются вот этим ограниченным перечнем опросников и в силу вынужденной необходимости, ну и в силу, в общем-то, нормальной, естественной, валидной прогностичности этих вещей. То есть ММПИ, КТЛ, Домбору Минштейна, УНП, НПУ, ОСК, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот то, что вы сейчас видите на экранах, это, по сути говоря, то, что мы можем использовать в нашей реальной действительности. Все остальное, извините меня, от лукавого. Не адаптировано, не валидно, ненадежно, не проверено на должном, на должное количество популяции. Растут как грибы, особенно там всяких там фирмочках и фирмах, растут эти методики, там студенточки пишут их, какие-то тесты, опросники, все это бред собачий. Пользоваться можно со всей ответственностью и надежностью в серьезном деле диагностики именно психической патологии, расстройств личности, характера, темперамента, только вот этими самыми методиками. Ну, существует еще несколько десятков бланковых методик, которые невозможно автоматизировать, как вот на этой странице показаны автоматизированные методики. Патопсихологические методики, бланковые методики и вот автоматизированные методики. Здесь они все представлены. Если мы с вами перейдем в другие разделы нашего сайта, где они представлены, вы увидите их, эти методики. Ну, допустим, перейдем к бланковым методикам, да, ну и, соответственно, мы здесь видим количественные методики, качественные, количественные методики, качественные методики. Давайте откроем их. Вот мы перешли на качественные методики. Здесь вот они все представлены. Патопсихологические методики, как вы видите, немного, но они надежны. Ничего другого изобретать нельзя и вредно. Вот в общей сложности их 34 методики. Количественные методики, которые можно использовать в своей работе, это, опять же, различные шкалы, тесты, опросники и так далее. Их тоже, к сожалению или к счастью, не очень много. Вот их 25 всего. Вот это тот инструментарий, которым можно пользоваться. Все остальное бред и от лукавого. Это серьезное дело, серьезное мероприятие. Оно должно быть ответственна, надежна и пользоваться чем-то иным, разработанным студенточками в период распития чая в общаге в институте. Да, изданное преподавателю, а преподаватель запускает это в дальнейшем как некое свое ноу-хау в институте, в каком-то педагогическом или там, слава богу, если это где-то происходит в медицинском колледже и так далее, еще более-менее, то это недопустимо. Это недопустимо. Интернет кишит различного рода тестами, шкалами, которые абсолютно не являются валидными, надежными и репрезентативными. Тресанные характеристики, валидность, надежность и репрезентативность, объем выборки, на которые это все было испытано и приведено. На этом, пожалуй, все. Поговорить я хотел о именно программах и тестах и их небольшом количестве. Так это все выглядит на нашем сайте. Благодарю вас за внимание. Если будут какие-то вопросы, то пишите под этим видео, задавайте вопросы. Пишите мне на WhatsApp, звоните по телефону. Мы всегда, и мои сотрудники, и я рады проконсультировать, поговорить, обсудить о чем-то, выяснить какие-то моменты, если что-то не ясно, непонятно. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.